В сегодняшней передаче мы хотим познакомить вас с работами якутских мастеров. Ювелирная мастерская Петра Алексеева знакомит нас с традициями и канонами старинных ювелирных украшений XVIII-XIX веков, воссозданным по материалам музеев республики и всего мира. Одной из исторических миссий является популяризация традиционных ювелирных украшений народа Саха, пропаганда национальной культуры, народных традиций и обычаев. К вашему вниманию представляем вторую часть литературно-художественной композиции «Серебряный век якутских украшений». Мероприятие «Серебряный век якутских украшений» мы проводим второй раз. Целью нашего мероприятия является пропаганда традиционных украшений, традиционных костюмов, чтобы они вернулись в нашу обычную с вами жизнь, чтобы они не были только музейными экспонатами, но и жили. Сегодня у нас тема якутские пояса. Мы каждый год стараемся новые темы придумать. И сегодня я расскажу об истории якутских поясов, какие их виды были, как их использовали и покажем некоторые современные модели этих поясов. На мне традиционный наряд конца 19-го, начала 20-го века, который был популярен среди как городского населения, так и улусного населения. Женщины предпочитали платье холода и такого кроя, прямой, с буфами, с кружевами. И, конечно, обязательным элементом была жилетка. Считалось, что приличная женщина в обществе должна появляться обязательно в жилетке. Кроме того, на мне украшения разных эпох. Например, мой крест, Сюраха называется. Это наша семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение. Также это современные изделия кольцо, серди и шейные украшения, которые сделаны в мастерской Петра Алексеева по музейным образцам. В течение года мы ездили по разным музеям улусов в Якутии и собирали материал. Мы проводим научное описание, делаем характеристику этих изделий. И наиболее интересные модели мастер пропускает через себя, конечно же, воссоздает для того, чтобы они вновь жили в шкатулках и на наших женщинах. Якутские мастера всегда славились тем, что умеют очень хорошо обращаться с серебром. Не зря якутов называли серебряным народом. И поэтому в музеях республики достаточно большое количество украшений. Очень хорошая коллекция в Вилюйском музее и в Чуровчинском музее, вот тех, из которых мы были в этом году. И они действительно очень интересны. Им встречаются уникальные экспонаты, которые ждут своего часа. Для нас, современных якутян, очень важно самоопределение, самосознание, кто мы, откуда идем и каковы наши истоки. И поэтому вообще интерес к традиционному костюму и украшениям сейчас очень высокий. И мы даже наблюдаем такую тенденцию, что сейчас, от 19 века, интерес уходит уже более в глубь. И теперь интересен 18 век, 17 век. Это очень хорошо, потому что мы сами себя так лучше узнаем. Что касается современных течений в национальной одежде, конечно, есть два направления. Это воспроизводство такого традиционного костюма, образца 19 века или 18 века. Также есть стилизация. Конечно, она будет всегда, потому что каждое поколение осмысливает и видит национальный костюм по-своему. Потому что народный костюм – это костюм, который сейчас бытует среди этого населения. И он, конечно, не всегда будет соответствовать канонам, но всё равно он имеет свои корни, свои основы. И чем больше мы будем это изучать, тем больше об этом рассказывать, тем полезнее будет для всех нас. Мастер Пётр Кузьмич Алексеев, известный в ювелирных кругах, он известен тем, что довольно-таки хорошо умеет работать именно с первоисточниками. Потому что это тоже очень важно – видеть основу и оттуда отталкиваясь уже производить новые какие-то вещи. И здесь примечательно то, что сейчас вообще не только у Петра Кузьмича, но и вообще в целом и у Курсика Кувелиров тоже есть такая тенденция сначала работать с первоисточником, с музейным материалом. И это, конечно же, очень хорошо сказывается и на качестве материала, и на эстетической части. И такая генетическая память, наверное, человека просыпается, когда он видит вещи традиционные. И всегда же бывает, ой, похожи были мои мамы, мои бабушки. Это что-то такое родное. Тема поясов, она очень интересная. И сегодня мы видим то, что пояса в основном носят мужчины. Но на самом деле это не совсем так. Пояса носили и женщины, и мужчины, и дети, и взрослые. Это зависело от контекста мероприятия, на который одевался костюм, и, соответственно, какие части костюма здесь могли быть. И вот эту тенденцию хотелось бы развить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если это у нас образцы 19 века, то здесь видим образцы 18 века. Например, верхний пояс был найден в погребении известного воина Алтандагар. И он был из желтого металла сделан. К сожалению, весь пояс не сохранился. Сохранилась его пряжка. Мы видим, что она тоже двухчастная, но имитирующая пряжку с язычком. Такое вот сочетание. Вероятно, пряжка могла быть превозмоленна, могла быть изготовленной, конечно, местными мастерами. Опять-таки же обращаем внимание на то, что между ними есть кольца, есть фигурные пляжки, и сам пояс он состоит из отдельных кожаных элементов. И здесь очень интересный такой коннектор для ножа, соединительная часть в виде буквы перевернутой. То есть необязательно должно быть кольцо. Такие варианты тоже могли быть. Далее идет второй тип наборного пояса. И в целом, среди пустых поясов это уже четвертый тип. Это наборный пояс с прямоугольными пластинами. В нем тоже есть две разновидности. Первый – это узкий пояс, мужской, как во всяком случае сегодня можем его называть. Потому что он находится всегда в мужских покрепениях, женских покрепениях с таким поясом пока еще не найдено. Но, может быть, мы еще найдем, конечно же. Здесь вроде бы пояс похож на известный нам классический серебряный женский пояс. Но здесь есть отличие. Обратите внимание на рисунок на металлических пластинах. Это не отдельные квадраты, в которых заключен какой-то один рисунок или армамент завершенный. Это одна сплошная продолжающаяся линия. И ее как будто просто обрезали и прикрепили на пояс. Объединяющим с женскими поясами является наличие вот таких частей по бокам и задней части. Но мы на этом еще с вами позже остановимся. И тут возвращаемся к нашей двойной застежке, которая была в бисерных поясах и которая осталась с тех времен на этих серебряных, ну и металлических в целом поясах. И их узость говорит о том, что это прежде всего мужские пояса. Дальше. Вот здесь вот пример того, ну какая ширина была у этих поясов. Да, внизу мы видим такой узкий пояс мужской, наверху мы видим широкий серебряный пояс женский. Дальше. Вот. И наборный пояс прямоугольник пластинами. Это уже четвертый тип якутского пояса и второй среди наборных пластин. Это у нас, как мы знаем из неграфических данных, уже женский пояс. Здесь кожаная основа. Она иногда могла быть покрыта тканью. И при техническом его оформлении прибегали к следующей хитрости, да, для того, чтобы пояс выглядел эффектно, как внутри и снаружи. Здесь соединение вот этой кожаной основы, которая, ну, складываясь два слоя, проходит по внешней части пояса. И этот шов технически не видит, потому что эти серебряные пластины его полностью закрывают. Таким образом, изнутри пояс будет абсолютно тладким без этого соединительного шва, что придает, конечно, вообще-то дорогим взмузискому сетному поясу, да. И здесь еще пример застежки. Вот то, что мы называем двойная застежка, да. Здесь вот одна застежка находится вот здесь, внутри. Она соединяется с одной стороны на металлическую пряжку, с другой стороны здесь такая вот кожаная, кожаный ремешочек, и сначала соединяется здесь. И только потом сверху пояс соединяется здесь, это уже вторая застежка. Она могла быть как в виде крючка, как в данном случае, могла быть в виде простой пляшки с язычком. И здесь, конечно, масса вариантов при оформлении. Это такой же простор для фантазии мастера, и показывает, конечно, его мастерство. Женские пояса, они гораздо длиннее, потому что они одевались поверх шубы. Поверх платья, поверх жилетки или тонких пральто, серебряные поясы, как правило, не носили. Это была часть парадного костюма. А парадный костюм всегда состоит из верхней одежды, потому что она показывает богатство этой семьи. И для того, чтобы поддерживать эту шубу, это вот она, в случае она сухонная, она могла быть из рысей, из рысивого меха, из гисева и так далее. И, конечно, это большой объем, и чтобы его держать, пояс должен был быть массивным и очень надежным. Или, возможно, поэтому есть и двойная застежка, но, скорее всего, она обусловлена тем, что такова была эволюция развития этого пояса. Вот. Обратите внимание на рисунки, которые могли быть внутри рамки вот этой, да? Каждая отдельная пластинка, она же раз на поясе, это как бы отдельная история. В некоторых случаях она могла повторяться, то есть на поверхности одного пояса один и тот же рисунок повторяется. Но бывали случаи, довольно-таки часто встречаются, когда этот рисунок каждый раз разный. И здесь я хотела обратить ваше внимание на вот лошадь изображенную, да, в якутской культуре с понятием серебряная лошадь, это обозначение из невесты. Якутские пояса серебряные действительно чаще всего были приданным для дочери, да, и они впервые одевались в контексте свадебного обряда. Вообще во время свадебного обряда женщина впервые одевала на себя весь полный комплекс женских украшений. Это был ападей, вообще количество и разных наименований, назначение ее костюма. Постепенно он уменьшался, да, ну вот свадьба, это вот этим ападеем. И, конечно же, вот обозначение невесты на приданном поясе, конечно, оно могло быть. Но, опять-таки же, он встречается не всегда. Также вот варианты могут быть и с парой птичек, с мировым деревом. Бывают иногда даже годовые сцены какие-нибудь, но это, опять-таки же, зависит от заказчика, может быть, а может быть, и от вкусов самого мастера. Дальше. И здесь вот характерная особенность, объединяющая древние пояса металлические, узкие, узкие. И такие пояса более поздние, переизы, женские, серебряные. Это наличие вот сбоку и сзади подобных круглых пластинок. Сегодня мы называем их солнцем. И есть такое выражение, что в якутском поясе должно быть три солнца, то есть два по бокам и один сзади. Но насколько является это именно солярным символом, стоит под вопросом, потому что те пояса, которые в последние годы были найдены, они все-таки немножко отличаются, аргументальные мотивы именно на этой фигурной пляжке. И, возможно, здесь мы со временем найдем еще какое-то другое прочтение. Поэтому изучать пояса на самом деле очень интересно и каждый раз получать совершенно новую информацию. Дальше. Были, кроме металлических поясов, были еще и мягкие пояса пушеки. Они, наверное, вам все известны. Они были очень популярны одно время. До сих пор наверняка у некоторых из вас хранятся подобные пояса. Но, что интересно, в 20 веке подобные пояса очень часто поселили мужчину. Да, на эссехах либо исполнители, сказители часто были подпоясаны пушеками. Но, например, Сирошевский, который здесь был в конце 19 века, пишет о том, что цветные шелковые пушеки, они больше характерны для женского костюма. Ну, что мы видим и на фотографии. Да, и он пишет, что серебряный женский пояс на данный момент практически полностью оттеснился цветными шелковыми поясами. Тогда как мужской металлический пояс все еще держит свои позиции. Ну, конечно, здесь могло сказаться то, что вообще женщины создания такие вот чувствующие моду, и которые быстро меняются, женский костюм довольно быстро меняется. И такой цветной привозной пояс мог для них быть гораздо более желанным, чем серебряный пояс местного производства. Но это, конечно, мог быть и частный случай. Здесь нельзя утверждать что-то одно. Дальше. Были и повседневные пояса, но они, конечно, были гораздо проще. Они были и схожи, имели пряжку, могли ее и не иметь. И тут уже как получится, скажем так, это зависело от состояния. Но подпоясываться было... Подпоясывание вообще было довольно распространенным явлением. Оно связано не только с утилитарными какими-то функциями, но еще и с тем, что подпоясыванием человек совершает некий магический обряд. Потому что мы заключаем себя в пояс, заключаем некий круг защитный. Тем самым мы отгораживаем себя от всего чужого и отгораживаемся от всего злого, от всего дурного, что может на нас повлиять. И таким образом, подпоясывавшись, особенно серебряный пояс или металлический пояс, мы себя защищаем от негативного воздействия внешней среды. Дальше. И есть такая вот дискуссия интересная. Были ли железные пояса в любых с той культуре? Некоторое время... Ну, нельзя сказать, что это вообще было неизвестно, просто внимание следователей не было к этому приковано. Но последние годы совершено несколько таких интересных открытий. Некоторые из них, кажется, что, в принципе, были вполне очевидными. И вот, например, в Американском музее естественной истории хранится два таких пояса железных на кожной основе, и они сданы Йофельсом, они были приобретены здесь, в Якутии. И, как мы видим, в принципе, похоже то, что есть три солнца, но по своему оформлению, конечно, они немножко отличаются от якутийских поясов и, конечно же, по металлу. А наверху же мы видим пояс из собрания Кунстайвера, который называется, ну, атрибутирован как Бурятский пояс. И внизу из музея истории Бурятии тоже серебряный, железный пояс с серебряными насечками. И вот что их объединяет, что-то интересно, да? Вот в прошлых годах в одном из покрепений Ампийского луса был найден точно такой же железный пояс с серебряными насечками в Якутиском женском покрепении 18-го века. То есть уже в 18-й веке в Якутии были такие пояса. Затем, изучив этнографическую литературу, опять же, наших классиков, Мако, Зерешевского и других, мы наткнулись на то, что, оказывается, есть упоминания о том, чтобы якуты использовали братские пояса. Братскими называли бурятами. Да, то есть, оказывается, связи с зебряцкой культурой, они вот были, ну, вся зебряка была не только в культурном плане, но и в таком торгово-экономическом, очень тесные, видимо, контакты. В 18-м веке они уже были, и таким образом, эти пояса, и наличие в женском покрепении 18-го века говорит о том, что они у нас пустовали. Но они не производились нами, они были в основном превосходными, что тоже интересный факт. Дальше. Вот. И в итоге сказать, что в целом, вот наборные именно пояса якутские, они находят много аналогий бурятской культуры. Именно бурятской культуры, да, и всех наших соседей. И это, на самом деле, очень интересный факт, который может помочь нам узнать больше о нашем с вами происхождении, да, о фигенезе якутского народа, о происхождении культуры, его развитии. Но в целом, история этих наборных поясов, она очень древняя. Это несколько тысяч лет истории, даже не сотен, а тысяч лет истории. Это то, что объединяет нас со многими народами Евразии, и нам досталась как память о длиннолёких временах. Я часто говорю о том, что якутская культура оказывает иметь очень хорошую память, потому что многие эти элементы гардероба, украшений, которые нашими соседями уже давно, столетия назад были забыты, у нас функционировали вплоть до начала 20 века. И сегодня мы с вами переживаем такой удивительный период, когда всё это возрождается, и из музейных витрин обратно переходит наш с вами живой гардероб. То, чем мы пользуемся с вами, ну, может, не каждый день, но в самом случае по каким-то определённым значимым для нас событиям. Главной особенностью якутской одежды девушек женщин в старину являлись на спинно-нагрудные украшения. Оно служило оберегом, защитой от дурных влияний и злых духов. Болезней было показателем её социального статуса. На спинно-нагрудные украшения и линке-линке-бегер, прикрепляемые круглым гривном, появились в начале 19 века. Традиционное нагрудное украшение состоит из витой гривны, ряда пластиночек и цепочек, заканчивающихся ажурными кисточками, звенящими подвесками. Длина в среднем от 30 до 60 сантиметров. Обычно в центре нагруди помещается гравированный солярный диск кюн, переводится с якутского как «солнце». На спинные украшения и коленки-бегер прикрепляются гривни. Длина его обычно от 30 до 113 сантиметров. Он укрывал женщину от нескромных взоров сзади. На спинные подвески можно перекинуть вперёд для более богатого образа. Существует два вида гривен. Витая, которую вы сейчас видите, это полностью ручная работа мастера и плоская. Вам будет представлена гривена КЛД с трубочками-подвесками. В качестве редких старинных украшений можно назвать шейный обруч мойсемела, защелкивающийся сзади, подобно браслету, с узорами-оберегами. Могло служить самостоятельным украшением, но чаще изготавливалось в комплекте с парными браслетами белок. Хотим обратить ваше внимание также, что на одной из девушек будет традиционное якутское нагрудное спинные украшения и линк-линк-бхэр под названием ма-ны-ки-ит. В переводе с якутского «достойная, добрая, красивая невестка», выполненная по старинным материалам ювелирного кузнечного дела начала XIX века, затемнённым оксидированным серебром весом 1350 граммов. Мы видим, что современные женские нагрудные украшения стали более лёгкими и изящными. Их можно носить теперь как на праздники, так и с повседневной одеждой. Смотрели мы очень внимательно, потому что, конечно, культура для нас приезжих людей в такую удивительную республику с таким национальным колоритом. Очень интересная тема, очень красивые украшения, отличающиеся от европейской части России. Наряды, костюмы, движения, танцы, музыка. То есть во всём абсолютно присутствует национальный колорит. Это очень интересно. То есть потрясающий эффект. Поэтому мы внимательно сидим, смотрим, учидаем, удивляемся. На самом деле, мне кажется, Якутия – это один из немногих регионов, насколько я могу оценивать, которая сохраняет традиции. Вы отходите от чего-то, сейчас к чему-то возвращаетесь, но даже в каких-то модных, современных вещах сохраняется какой-то культурный такой оттенок, именно исторический. И это видно, если посмотреть. Мы посещали магазины национальные, якутские бриллианты, украшения ювелирных. И даже в них, в этих каких-то современных, есть нотки традиций каких-то. Поэтому неудивительно, что всё это возвращается, что сейчас это всё становится опять модным, современным. Это очень здорово. Спасибо. Классно, что история не забывается, что традиции сохраняются. И правильно сказали, призывают хотя бы свадебные церемонии проводить по старым обычаям. Почему национальные республики Кавказа это очень любят и используют, а вот восточные, сибирские, северные национальные республики начинали забывать. То есть правильно нужно к истокам возвращаться. Это красиво, это здорово. И это правильно помнить свою историю. Доктор Ацуша Накада, он сотрудник музея Абашири с острова Хоккайто. И приехали сейчас для того, чтобы провести презентацию и открытие выставки, посвященной нашим исследованиям совместным с Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера и Институтом мерзлотоведения, называется «Тепло вечной мерзлоты». Выставка сегодня прошла в нашем институте. Завтра они выезжают в Чуропчинский улус, в село Торакёль, чтобы там тоже открыть эту же выставку. На него произвело очень большое впечатление, как традиционные якутские одежды и украшения сохраняются в современной нашей жизни. И он считает, что это замечательно. Он просто впечатлён и восхищён сегодняшним показом. Но поскольку он работает в музее и больше сталкивается с традиционной исторической одеждой, ему очень понравилось, как старинные украшения и одежда адаптированы в современных условиях. И как это красиво смотрится, как на современной одежде. В Японии всё-таки традиционная одежда больше на фестивалях и на свадьбах, как свадебная одежда используется. А здесь он обратил внимание, что повседневные одежды у нас очень часто используются и сохраняются. Отрадно, что в работах мастера Петра Алексеева возвращается исконно традиционное ювелирное украшение народа Саха.